Дальневосточные члены Дальневосточные члены Как они повлияли на природу, на население, на возможности дальнейшего освоения этой территории Согласно указу президента были разработаны программы И одна из этих программ, которая была подготовлена Росводресурсами, она сейчас выполняется В выполнении этой программы участвуют основные институты нашей страны Головным является Институт водных проблем Московский Ну и те дальневосточные институты, которые занимаются проблемами гидрологии на Дальнем Востоке Они также включены в работу по этой программе В настоящее время пройден первый этап этой работы Получены основные результаты, которые мы могли собрать на это время То есть оценить состояние реки Амур на этот этап, на это время Оценить те материалы, которыми мы обладаем И сейчас наступил второй этап исследования, где мы будем проводить уже непосредственно в полевых условиях В экспедиционных работах, на всем нижнем течении Амура, да и на среднем Амуре тоже Оценивать те последствия, которые нанес Паводок И главная задача, это разработать математическую модель движения Паводочной волны Как она в разных местах, а долина Амура очень разнообразна по своему строению Как в разных местах уровень воды поднимался Как долго он стоял, как он смещался вниз по течению Поэтому все это очень важно оценить С тем, чтобы потом использовать при различных видах освоения территории То есть при строительстве дорог, населенных пунктов и всех других объектов Для этого надо знать изменение уровней воды Как они во времени изменялись и как в пространстве Это очень-очень важно И поэтому основное внимание будет уделено этому Алексей Николаевич, наверняка сейчас большинство людей интересует даже не последствия Или возможно причины того, что было осенью А что будет в ближайшее время Вот нынешняя весна или даже ближайшее лето Есть ли какие-то прогнозы, данные, просчеты? Прогнозы, которые будут или есть сейчас Это прерогатива дальгидромета Наверняка вы с ними работаете в тесном контакте Это основная их работа, это отработанные методики таких расчетов И они такие прогнозы делают Наука же прогнозами напрямую не занимается Наша задача изучения механизма, изучения общих закономерностей гидрологических явлений в Амуре И мы можем сказать, что прогноз такой на ближайшее время Выявлена такая закономерность, что периоды повышенной водности чередуются с периодами пониженной водности И как раз сейчас Амур с 2009 года вступил в период высокой водности Это говорит о том, что в течение ближайших 10-15 лет возможны большие наводнения Вот одно из них как раз и случилось в 2013 году И в перспективе нам следует ожидать еще несколько таких наводнений Но конкретно в каком году это произойдет, конечно, никто этого сделать не может Мы сами все видим прекрасно, что эти процессы очень сложны Поскольку на них влияют множество факторов И вот недавние наводнения в Европе, в частности в Англии Они говорят о том, что даже в тех странах, где наука развита очень хорошо Где существуют мощные университеты Предсказать наводнения за неделю до их возникновения не удалось Поэтому сказать о том, какая будет весна Какие будут паводки весной, а тем более летом, в 2014 году Сейчас не возьмется с большой достоверностью никто Просто нет таких методов в мире, чтобы определить это с достаточно большой точностью Такой точностью, которая позволила бы нам спокойно или жить, или готовиться к высокому паводку Ученые нашей страны во многих местах занимаются проблемами гидрологии Проблемами математического моделирования наводнений И вот, в частности, ученые Института водных и экологических проблем из Барнаула Они предсказывают, что в ближайшие несколько лет будут большие наводнения на море Но они тоже конкретные цифры не дают Они не говорят о том, будет ли это больше, чем было в 2014 году или меньше Но то, что эти наводнения будут, это несомненно Поэтому нам в любом случае надо готовиться к тому, что в ближайшие, ну, по крайней мере, 5-7 лет наводнения будут Речь идет о каких цифрах? О цифрах речь, да, тут говорить очень трудно, но это... Но можно сказать, будет наводнение Да, это будет наводнение, но наводнение порядка 6 метров Это то наводнение, которое случается достаточно часто в период высокой водности У нас их было за всю историю 8 таких наводений, когда цифра была около 6 или переваливалась за 6 То есть за 100 лет наблюдений с небольшим, значит, 8 случаев И надо ожидать, что в ближайший период высокой водности, где-то 10-15 лет, может быть еще 2 таких наводнения Что можно сказать об оценке масштабов паводка прошлого года? Какой урон нанесен самой реке или, наоборот, это стало каким-то благом для Амура? Вот наводнение, которое сейчас изучается по программе Росводресурсов Вот в соответствии с указом президента Основное внимание уделяется все-таки водным проблемам, непосредственной гидрологии То есть самому наводнению, его движению, его механизму, его преобразованию по длине реки А вот влияния на природу, на водные экосистемы, на пойменные экосистемы в этой программе места нет Ну, видимо, потому что главная задача это обезопасить население прежде всего нашего региона Но, тем не менее, наводнение принесло определенный ущерб и природной среде Где-то были затоплены территории и лес, возможно, что мы это будем выявлять Мог прекратить свое существование Где-то территория будет более сильно заболочена Где-то на участках очень сильно изменится русло Появятся новые плесы Песок, который река переносит, будет переотложен в большом количестве на пойме Это приведет к угнетению каких-то пойменных экосистем Вот эти все явления, они остались за пределами вот этой программы Естественно, наш институт, занимаясь проблемами экологическими прежде всего И разработал такую программу Программу изучения последствий наводнений для природных экосистем бассейна реки Амур Она будет предусматривать изучение всех вот этих явлений Связанных с изменением растительности, животного мира, почвенного покрова, русловых процессов То есть то, что непосредственно отражается на природе Но наводнения, как мы знаем, и в результате многочисленных исследований во всем мире Установлено, что они не только приносят вред, но и пользу Поэтому это жизнь, нормальная жизнь реки Река без наводнения, это уже будет не река, а канал Который не будет ни привлекать ни животных, ни людей на свои берега Поэтому здесь есть много положительного Поэтому оценить положительные моменты наводнения и отрицательные Посмотреть их баланс и выявить все-таки вот эти вот негативные и положительные моменты Вот эта задача будет наших исследований по той программе, которая разработана сейчас В плане международного сотрудничества, какие сейчас задачи стоят перед российскими и китайскими коллегами? Есть взаимодействие? Наводнение, оно не смотрит на границы государственные Поэтому наводнение было на Амуре, наводнение захватило китайскую территорию На Сунгаре последствия даже были большими, чем для российской территории Поэтому китайские ученые озабочены тоже выявлением механизма и последствий этого наводнения И разработки тех мер, которые помогут бороться с их негативными последствиями С этой целью у нас установились хорошие контакты с китайскими учеными И в настоящее время готовится совместный доклад, который будет подготовлен одновременно китайскими и российскими учеными в рамках единой программы И этот доклад сейчас будут обсуждения в апреле в Пекине Обсуждения будут в Карбине, а затем в Москве И где-то к концу года мы такой доклад совместно подготовим Где будут все эти проблемы И с учетом китайских знаний, и с учетом того, что произошло на территории России Мы эту информацию получим Поэтому это очень важно Тем более, что китайские ученые, как они говорят, обладают некоторым опытом прогнозирования Хотя, конечно, от точного прогнозирования, как мы с вами только что говорили Оно все-таки пока наука не может его достичь Ну вот в СМИ попадаются некоторые материалы о том, что западные ваши коллеги говорят о том, что Китай ведет какую-то гидротехническую войну против России В частности, это наводнение Своеобразное доказательство Есть ли у вас какие-то данные и доказательства? Дело в том, что об этом много говорят во всем мире И не только Россия и Китай, и другие страны обвиняют друг друга Пока что человек управляет такими мощными природными процессами, как движение воздушных масс не в состоянии Это во-первых Во-вторых, Китай, я думаю, не заинтересован в таких делах Поскольку территории России и Китая расположены рядом И навлечь на одну страну какие-то стихийные природные явления И не затронув при этом свою территорию невозможно Тем более, что Китай очень сильно страдает от наводнений И мы постоянно видим то на Хонгхэ, то на Янзы Мощные наводнения приводят к человеческим жертвам Да, и наводнение 2013 года принесло в бассейне реки Сунгри Значительный ущерб китайской территории Поэтому, я думаю, что все эти разговоры не имеют с собой никакой почвы Алексей Николаевич, большое спасибо, что пришли в студию и ответили на наши вопросы Спасибо